Друзья, день добрый! Очень интересное видео. Хочу вам показать четыре степени работы контакторов от того состояния, когда он новый, до того состояния, когда у нас, пардон за мой французский, полная жопа. Вот новый у нас контактор. Вы сейчас увидите всю картину, я постараюсь, может быть, фотографии к видео приложить. Сейчас поменяю немножко, наверное. Вот, так будет лучше. Вот это новый контактор. Вот, это у нас АББ. Смотрите, вон контактики, они красивые, сейчас резкость на виду. Красивые, классные, всё супер, всё здорово. Потом происходит вторая стадия. Ну, тут сложно назвать её второй, потому что вторая стадия может быть и вот эта вот, но... Вот эта стадия, когда у нас залипает, смотрите, один из контактов. Вот, видите, он нажатый. Если этот у нас, вон, ходит, сейчас, я просто на телефон снимаю, то вот этот вот, смотрите, у нас залипает, сейчас я его приподниму, постараюсь, хоть на не мере. Нет. Видите, сейчас, ладно, покажу. Видите, вот эти два левых ходят, вот этот вот залипает, смотрите, видите? Всё. Здесь уже у нас... О, есть, отлип. Всё. Когда такое происходит, это значит, что там уже что-то неправильно работает, там, в компрессоре, в каком-нибудь моторе, в пусковом механизме, в тенах. То есть, как бы, его, конечно, можно использовать, но уже, ещё можно использовать, но ему уже, как бы, плоховатенько, наверное. Да, если мы посмотрим сейчас... Интересно, получится подсветить сейчас. Сейчас я постараюсь включить подсветку. О, смотрите, как хорошо видно, вот это вот пятно, вот оно, там, где он залип. Вот, и что у нас здесь? А здесь у нас, видите, то же самое, вот оно. Пятно, которое залипло. Здесь, если мы посмотрим, вон, всё красиво. Вот. Потом идёт третья стадия, например, когда залипает не один, а несколько, либо он щёлкает, но уже что-то на подходе. Хочу напомнить, что это у нас 42-амперный, вон, контакта. Сейчас, а что ж такое? Почему ж так резко сплавает? Да, вот. 42-амперный, и здесь у нас... Он ещё, видите, входит. Вот он. Но, ему, скажем так, уже недолго осталось, потому что, вон, всё серебро, которое там есть, оно сплавилось, и... Давайте сейчас, вот. О! Очень хорошо видно состояние контактов, видите? Вот эта фаза, видно, она срабатывала последней, и на неё меньше всего нагрузка попадала. А вот эти вот две, им хуже всего доставалось. Так, а вот туда и заглянуть, да, тоже получится. Вон. Ну, и последняя стадия, когда, как я её назвал, как в той песне поётся, жопа есть, а слова нет. Вот. Это уже всё, залипло все три. А, нет. Да. Мне кажется, тут просто от температуры ещё и сдохла пружина, которая его обратно отталкивает, потому что... Вот. Да, уже... Не знаю, резкость позволяет, да. Вон, посмотрите внимательно на эти контакты. Ну, и как бы тут видно, в общем, по состоянию. Сейчас я постараюсь выключить подсветку, и... Да, вот. Вот, смотрите, новый, блестящий, красивый. Вот, скажем так, после неудачного запуска. То есть, вот это вот, помните, уже залипло один раз, но он ещё нормальный, будет долго работать, ничего страшного с ним не случится. Срабатывать будет. Потом ещё вот этот вариант, он ещё щёлкает, но вы видите, состояние контактора уже пришлось очень и очень и очень неплохо. И последняя стадия, когда он у нас просто, он у нас уже, вот, опущенный. Да, прямо как в тюрьме. Контактор у нас опущен. Ну, естественно, состояние, смотрите, контактов здесь. Вот сейчас отверточки покажу. Вот, чёрное всё. Сейчас я подсветку опять включу. Здесь у нас, вон, чёрное. И здесь, вон, розовое, белое и красивое. Видите разницу между вот этим вот контактором и вот этим вот, пускателем, контактором, как хотите так называть. То есть, это в зависимости от его назначения. Ну, и здесь то же самое, вон, у нас всё розовенькое и красивое. 50 Ампер, 60 Ампер. Вот, но он тоже, видите, умудрился залипнуть. Это 42 Ампера и это у нас 50 Амперный. 50 Амперный автомат, но, как вы заметили, он полностью сплавился. Между прочим, он запускал мотор на 30 Амперный, не киловаттный, на 30 Амперный. Но вот такая вот оказия произошла. И он очень долго работал и не выдержал. Давайте я вам все вместе покажу. Да что ж такое? Почему я так плаваю от резкости? Вот. Это просто редкий случай, когда можно, знаете, все 4 контакта, контакта-опускателя собрать вместе и показать, к чему вообще, как бы, степень износа их. Всё зависит, конечно, от количества пусков. Я не знаю, на сколько каждый из них рассчитан. Я думаю, что не меньше, чем на 20-30 тысяч. Наверное, больше. Но, вот такое происходит. Всё, друзья, спасибо большое. Надеюсь, это видео было вам полезным. Божьих всех благословений и мудрости в выборе контактеров и всего остального. Или в ремонте, если вы терпите. Извиняю за шум на заднем фоне, потому что я сейчас в мастерской и от шума избавиться не могу. Всё. Всем пока. Счастливо.